Неравенство Гюйгерса 1 плюс А1 умножить на 1 плюс А2 умножить на 1 умножить и так далее Последняя скобка 1 плюс АН больше Гюйгерса, чем Здесь все переменные положительные Опять же, не будем гнаться за общностью Рассмотрим это неравенство для трех переменных Во-первых, запись будет короче, не будет Многоточие здесь Здесь многоточие, здесь многоточие Не будет индекса Итак, пожалуйста, продиктуйте соответствующее неравенство для трех переменных Кто-то один, Рома, пожалуйста Соответствующее неравенство для трех переменных Как оно выглядит? 1 плюс Х умножить на 1 плюс У Спасибо, совершенно верно Для трех переменных неравенство выглядит вот таким образом И докажем это неравенство вот так же, как мы... А, да-да, спасибо, конечно Спасибо, хорошо Значит, статья, которая была в 81 году в журнале Квант Называется «Приближение к экстремуму» Приближение к экстремуму Отверждение о том, что при сближении двух чисел с постоянной суммой их произведения растет Там, кстати, доказано алгебраечество Мне же хотелось рассказать вам об этом Прибегая только вот к рисункам, к графической иллюстрации По сути дела, все эти неравенства становятся легко доказываемыми Или даже очевидными, если видеть соответствующие линии уровня Если видеть соответствующие линии уровня Вспомним про линии уровня Если все числа равны То левая часть Пусть они все х у нас Левая часть Это 1 плюс х в третьей степени Произведение текста улова Правая часть Единица плюс Корень третьей степени Под корнем будет х в кубе В кубе Ну, конечно, корень в кубе В кубе это опять х Получается левая часть Значит, вера Это не нравится Верность Теперь второе Пусть теперь среди этих чисел Есть неравные Неравные Скажем, х и у Крайные числа Неравные Наибольшее или меньше А с этим Это между ними Ну вот теперь Мы стоим перед выбором По какой Линии мы будем гулять Вот смотрите Мы здесь Путешествовали по прямой Наблюдали за гиперболы Здесь мы с вами Путешествовали по гиперболе Наблюдали за прямой Ваше предложение Ваше предложение По прямой По прямой Значит, хорошо Пусть Х плюс у Постоянно у нас будет Постоянно А сет Мы вообще не трогаем Или не изменяем Не трогаем Так Если сумма Постоянна Так А x и y Мы, конечно, будем сближать x и y Сближаем Сразу можно сказать Тогда Какой части неравенства Три А левая Или а правая Если сумма Постоянна А какой части Можно сделать Суждение Мы тут видим Что мы знакомы Я бы сказал Что надо Посмотреть на правую часть Потому что Вот тут есть Произведение Меняющихся Переменных Значит, x и y Значит, тогда Произведение x на y Как себя ведет? Спустя Если сумма Постоянна И мы их сближаем Тогда произведение Отличное Вот, написано Растет Значит, x и y Растет Значит, правая часть У нас будет расти Так А что происходит С левой частью? Значит, нас интересует Эволюция левой части Левая часть Тут есть Не меняющаяся Скопка И вот это меняется Значит, будем следить Только за тем Что меняется Я бы Такое наше Небудение Буду Изображать Вот такой Волнистой Волной Меняющейся часть Это Только первые Скопки 1 плюс x Умножить на 1 плюс y Можем мы сказать Что происходит Вот с этим Произведением Как оно Уменьшается Увеличивается Или нет Увеличивается Произведение x на y Сумма квадрата Сумма А вот если Раскрыть Скопки То что Получится Единица Плюс x Плюс y Плюс x Значит Что же у нас Здесь Единица Постоянная Дальше Сумма Постоянная x плюс y А произведение Вот оно У нас Опять Здесь Появилось Растет Значит x И Произведение Растет Стало быть Вся Левая Часть Тоже Растет Левая Часть Растет Тоже Получается Можем Мы Сделать Какой-то Р вмут У нас Правая Часть Растет И Левая Часть Растет Да Правая Часть Растет За счет Смотрите И правая Часть Растет И Левая Часть Растет А нам Хотелось Чтобы Какая-то Часть Не 游ляgua А вот Если По Гиперболии Да Потому Ну что Смотрите Правая Часть Зависит От Произвед capacidad Только От Произведения А левая часть зависит от произведения и от суммы. Стало быть, мы, наверное, выбрали неудачное место для прогулок. Помните, как учатся, когда нельзя ли для прогулок подальше выбрать переволок? Так, или нет? Подальше выбрать заголубок. Да, вот нельзя ли для прогулок подальше выбрать заголубок. Значит, мы с вами здесь пошли как? Так, с вами смотрите по прямой огулярии, а давайте по заголубку пойдем, по гиперболе. Итак, я убираю x, z, y, и мы будем их сближать, сохраняя произведение. Значит, x, y постоянно, x у нас заменится на kx. x, k я показываю, что, тем самым, что k больше единицы. А y уменьшится, перейдет в число y, делить на k. y делить на k. Так. Какая часть при таком изменении будет неизменна? Правая часть, совершенно верно. Вот мы же произведением x на y постоянно, задней тройкой. Значит, правая часть не меняется, а левая часть, я так напишу, изменение левой части зависит от произведения двух скорбок, но мы им уже записывали, что это такое. Это 1 плюс x, y плюс x, плюс y. Я по-другому здесь написал слагаемые 3, поскольку теперь два первых не меняется. Сунуть это постоянно. А что происходит с суммой x плюс y? Бывает. Сохранялось у нас на доске или нет? Вот здесь. А, давайте посмотрим. Значит, если мы гуляем по гиперболе, то переходим с одной и с одной прямой на другую и при этом видим, что действительно сумма убывает. Значит, сумма убывает. Вот. Это уже приводит к цели. Да? Потому что мы сближали x, y до тех пор, пока одно из них не станет равным среднему геометрическому. Значит, давай все так отобавлю разок. Значит, среднее геометрическое. Пусть x уже приехало в эту точку. y еще нет. Оно откуда-то тут. Справа приехало. А z осталось слева. Дальше мы сближаем z и y. Значит, дальше произведение z на y у нас остается неизменно. Алекс теперь не пробует. Ну и опять же правая часть. Правая часть не меняется. Не меняется. А левая часть убывает. Потому что там будет фигурировать сумма z плюс y. В итоге, когда все числа, приравняясь, станут равными, левая часть будет равняться правой. Это в итоге. А поскольку левая часть убывала, уменьшалась, то вначале левая была больше. Право. Что и требовалось доказать. Ах, а ты правой. Ах, а-х.